В Новосибирске прошла ключевая конференция осени «Логистика Сибири. Проблемы и решения». На мероприятии профессионалы отрасли обсудили тренды, риски и перспективы, острые проблемы и способы их решения. Рынок грузоперевозок растет не первый год. По итогам 2024 года объем рынка автомобильных перевозок крупнотоннажных грузов достигнет 5,2 трлн рублей. В прогнозном периоде рынок будет расти в среднем на 7,5% в год. Новосибирск традиционно является крупнейшим транспортным узлом на востоке России. Доля транспортного комплекса в валовом региональном продукте Новосибирской области сегодня составляет порядка 12,5%. Расположение Новосибирска, оно, конечно, преимущественно, потому что мы располагаемся в этой самой зоне с концентрацией населения порядка 13 миллионов. По России таких территорий немного, их всего три. Это Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург, где охватывается более 10 миллионов человек. С другой стороны, мы вроде бы достаточно далеко и от Центральной России, и от Дальнего Востока. Но вот в этом минусе наше преимущество. То есть мы выступаем площадкой для организации стыковки этих грузопотоков, для перевалки их с одного вида транспорта на другой, для доставки. По оценкам участников рынка, перевозки подорожали на 40% за последний год, и этот тренд продолжается. О ценовой конъюнктуре рассказал Денис Прокофьев, руководитель направления работы с грузовладельцами группы компаний «Монополия». Рынок перевозок в текущий момент прерывает не самые лучшие времена свои, потому что на фоне стремительного роста тарифа в 2023 году мы видим существенное падение его в 2024. Это связано с увеличением ключевой ставки, это связано с снижением покупательской способности населения. Я показывал на слайдах, затраты на себестоимые самой перевозки, она уже превышает рыночные тарифы. Одним из главных трендов страны является цифровизация, и рынок логистики уже давно двигается по цифровому пути. Одной из ключевых задач транспортной стратегии до 2030 года, принятой правительством Российской Федерации три года назад, стал перевод перевозочных документов в электронный вид. Активно развиваются цифровые платформы для бизнеса. За первое полугодие 2024 года количество перевезенных грузов на платформе «Монополия» увеличилось на 35% к показателям того же периода прошлого года. Цифровизация в бизнесе, в первую очередь в логистике, в которой я работаю уже много лет, это сквозной путь участников рынка, грузовладельцев, перевозчиков, экспедиторов. Начиная с подписания договора, заявки конкретной, до осуществления перевозки, оформления транспортных накладных, все должно быть единым бесшовным цифровым путем. Наверное, это то, к чему мы должны все стремиться, несмотря на все какие-то преграды, о которых, конечно же, все участники знают и постоянно говорят, о которых, наверное, не избежать. Особый интерес вызвало обсуждение бизнес-кейсов, новых технологий, рисков и проблем рынка автотранспортной логистики, в том числе, возможность проведения расчетов с иностранными контрагентами. Самый важный вопрос, который решается при реализации международного контракта, касаемо реализации логистических каких-то вопросов, это способ расчета. Прямые расчеты затруднены, соответственно, все игроки этого рынка ищут способы альтернативные. Здесь сегодня мы очень много в рамках нашей секции выделяли моменты зачета встречного потока, включения платежного агента, взаимодействия с органами валютного контроля, взаимодействия с агентами валютного контроля, банки, таможни. Вот именно все эти аспекты нужно изначально прорабатывать, когда вы готовитесь к закрытию сделки. Если говорить о чисто логистических сложностях, то это так называемая ситуация с восточным полигоном нашей транссибирской магистрали. То есть грузы поехали как на экспорт, так и на импорт в сторону Дальнего Востока. К сожалению, инфраструктура пока не справляется вот с этим объемом. Плюс наш президент говорит о том, что страны АТР, Дальний Восток, Восточные страны являются объективно будущим для мирового развития экономического. Поэтому Россия также нацелена и намерена работать активно с этими странами. Поэтому ожидается только рост товарооборота на направлении стран АТР Востока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова